Всем привет, друзья! С вами Михаил, игра Trials of Heroes. И сегодня, как и обещал вчера на стриме, буду крутить звездные колеса наши. 156 у меня на данный момент. Уже просто хочется покрутить. Особого смысла в этом нет. Но все же надеюсь получить как можно больше ядер наших и преобразовать их в звездные колеса. Так, не в звездные колеса, а в звездные осколки. Что-то я с утра заговариваюсь, но не суть важна. Главное, вы поняли. И прокачать свою Игни до конца. А Дрейка я себе выбрал. У меня его на основе нет. Его можно потом в космоверсию перевести. Артура. Я выбрал себе, чтобы, может быть, когда-нибудь его потестить. У него есть прикольная сейвобилка, которая он разгоняет там атаку и защиту. И от смертельного урона тоже немножечко спасает. А если ему еще в первом раунде поставить древний клинок, возможно, это даже было бы интересно. Ну, в общем, во вторую пачку можно было бы его поставить. Ну, погнали. Посмотрим, что мне тут насыпет. Надеюсь, вам понравится видео. Итак, буду крутить, как обычно, в шанс. Пробуем свою удачу. Возможно, ничего не выпадет. Три-четыре раза к ряду. Возможно, сразу четыре выпадет. Наших ядра. Место вроде я себе освободил. Итак, первый, первая десятка. Первая десятка. Ничего интересного из персонажей тоже. Ядра тоже нету. Дальше, кстати, и фиолки посмотрим. Так, одно ядро. По персонажам тоже. Нифига себе, Артур какой. Интересно. У меня давно такого не было. Да, наверное, вообще никогда такого не было, чтобы с таким шансом персонаж не выпадал. Но не суть важно. Заодно и фиолки вон наберу. Здесь один Артур. Ядер. Ядер очень мало падает. Ядер вообще не падает. Из персонажей никого интересного. Ну, значит, будет кормюхи. Будет целая тонна кормюхи. Здесь Дрейк вообще не падает. Дрейк вообще не падает. Артур тоже не падает. Под миллион фиолки наберу. Пока вообще печальный. Вообще печальный призыв. Епическая сила. Ну да, один Дрейк, один Артур. Это все понятно. Но по ядрам... Ой-ой-ой-ой-ой. Или они что-то подкрутили. Это прям очень печально. Два ядра за 100 призывов получается. Еще один Дрейк. Вэлл выпал. Капец. У меня пропадает дар речи. Ну, вот одно ядро выпало. Плюс еще один Артур. Потихоньку начинает пропадать дар речи. Походу, подкруточка тут душевненькая была. Ну, зато вы посмотрите, друзья. Может, для себя сделаете какие-то выводы. Тоже... Каких-то вау-персонажей буквально единицы выпадает. Ну, почти полтора ляма набрал. Вот так бы, если бы каждый раз... Ну, на то он, друзья, на то он и процент, чтобы на него крутить. И рассчитывать, получить или вот два, или ничего. Я даже не буду считать, сколько это я там этих ядер получил. Понятно, что очень мало гелик. Гелик, гелик, гелик. Ну, уже не актуально. Итого, а что их считать? Пять штук со 150. Если бы я в гарант крутил, я бы получил по гаранту сколько? Я даже так давно не крутил в гарант по 15. Я бы 10 получил. Я бы получил 10. Ну, это просто печаль. Это, друзья, просто печаль. Забираю звездные осколки. И иду, иду к своей игне. К своей игне. И надеюсь, мне этого хватит, чтобы ее до конца докачать. Да, хватит. И сразу сделаем ей вознесение. Вознесение мы ей делаем. И привет, игне. Докачанная по дереву. Докачанная по дереву. Возможно, стоит ее еще будет прокачать. Но я пока спащить не буду. По скорости, чуть-чуть скорости добавили. Возможно, это будет теперь немножко легче настраивать ее по скорости. Также ульту мы ей подняли. Что тоже немаловажно. С учетом нынешних реалий. Она своей ультой может неплохо всех поздувать. Ну, что могу сказать. Весьма печально. Весьма печально. Прокрутка была максимально неудачная. Всего 5 ядер. Зато у кормехи набрал. Сколько у меня там выпало? 4 Артура выпало. И 2 Дрейка. Ну, это лучше, чем ничего. Делитесь в комментариях, как вам такой призыв. Будете ли вы крутить тоже в шанс продолжать. Или все-таки перейти. Стоит перейти на таких больших призывов в Гарант. Надеюсь, видео вам понравится. Будет интересным. Всем хорошего настроения. Мирного неба над головой. Всем бобра добра. И до встречи в следующих видео.